МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о возможностях, мы изучаем опыт других регионов и других стран и примеряем его на город Киров, обсуждаем новые тенденции с экспертами. Не просто так обсуждаем, конечно, мы стараемся все это приложить на наш опыт. И я должна поделиться сегодня прекрасной совершенно новостью. В рамках проекта Киров меняется, который при поддержке городской администрации реализует инициативы граждан и бизнеса. Сегодня я увидела, Дмитрий Александрович Курдюмов выложил новость о том, что Дендропарк, а у нас есть проект Дендропарк «Новая жизнь», Дендропарк получит 7 миллионов рублей на благоустройство. И там будут такие лыжные трассы, беговые дорожки, освещение. Мы двигались к этому три года. И такое мощное движение пошло в конце прошлого года, когда встречались в декабре месяце наш сети-менеджер Илья Шульгин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, представитель администрации бизнеса в Дендропарке. Компании «Железно», которая двигала этот проект, спасибо им, присоединилась компания «Лукойл». Пошли средства бизнеса, и вот цифра, которую сегодня назвали, это официальная цифра, мы уже новости выложили на нашем сайте, она сегодня будет звучать, она увеличилась в два с половиной раза. Мы рассчитывали на 1-2 миллиона, а сейчас их будет 7. И эта новость прекрасная, на мой взгляд. И я думаю, что заслуга наших слушателей, нашей радиостанции, наших партнеров здесь, конечно, безусловно, есть. И мы благодарим власти города Кирова, которые повернулись не просто лицом к проектам вот такого рода, они их поставили во главе угла, поддержали их, поняли, что они имеют ценность для города, и вот мы видим результаты. Это не просто бла-бла-бла, да? Вот, это результат, с чем я нас и поздравляю. Поэтому вот мы сейчас будем говорить о парковках, пригласили сюда в студию экспертов, и с нашими экспертами, прежде всего, обозначим, к чему мы все это говорим, после того, как их представим. Представляем. Альберт Гутнов, директор, дирекция дорожного хозяйства городской администрации. Альберт Валентинович, добрый день. Добрый день. А с премьерой вы у нас первый раз. Очень приятно, что вы пришли. Спасибо. Павел Шахалеев, учредитель группы компании «Новый дом». Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Березин, член общественной палаты Кировской области. Поздравляю с избранием в новый созыв. Андрей. Вас также. Учредитель группы компании «Система Глобус». Здесь у нас в студии. Добрый день. Да, почему мы берем парковки сегодня? Потому что город поставил свои задачи составить новую транспортную систему города. И она невозможна, конечно, без учета парковочных пространств. Правильно я говорю, Альберт? Ну, нужно, прежде всего, определиться, что мы хотим понимать под парковочным пространством. Ведь, прежде всего, наверное, людям надо понимать, разделить правила парковки, остановки автомобиля на уличной дорожной сети и правила хранения автомобиля. То есть одно и перетекает в другое. Поэтому, если мы определим для себя понятие, прежде всего, чем мы оперируем, тогда мы будем понимать, что мы обсуждаем. То есть, если говорить об уличной дорожной сети, то сегодня надо где-то научить, где-то предложить, где-то создать правила, по которым люди будут парковать свой транспорт. А второе, то, что сегодня, наверное, все жители города испытывают дефицит, это дефицит хранения автомобилей. Ведь сегодня слаживает ситуация, что все жители города хранят свои автомобили практически, наверное, 90% на уличной дорожной сети, создавая вольно-невольно именно препятствия, в том числе и по проезду, по общественному транспорту, в том числе и уборке города, особенно зимней уборке города. Поэтому это комплексное понятие, комплексное решение, и к нему подходить надо, ну, скажем так, изучив всю проблематику, и, я думаю, что нет точного решения. То есть, это комплекс мер, направленный на решение одного или другого сегмента. Два года назад, как я уже сказала, здесь же в программе «Урбан», мы брали тему платной парковки. Тогда городская администрация разрабатывала систему, и у нас до сих пор даже остались данные по платным парковкам. Потом эта тема ушла абсолютно, и никто не занимался практически. То есть, до того, что я попыталась выйти на сайт «Паркинг.РФ», но у них истёк срок доменного имени, поэтому не работает. Да, но мы сейчас, мы вырезали звук из той программы двухлетней давности, мы тогда подключали «Казанский паркинг», потому что после Москвы, наверное, на втором месте этот идёт город по тому, насколько им удалось реорганизовать дорожную сеть, в том числе парковки. И вот здесь как раз подтверждение слов Альберта Гудного о том, что необходимо изменить отношения в первую очередь, как это делала Казань, сейчас мы послушаем, напомним себе. Казань работает с апреля 2015 года. Платный режим работы с 7 утра до 9 вечера. В воскресенье и праздничные дни бесплатно. Всего 1315 машин и мест на 22 зонах в центре города. До конца текущего года планируется расширение до 4000 машин и мест. Обслуживанием всей парковочной инфраструктуры занимается муниципальный казён учреждений, организатор городского парковочного пространства. Казань встала перед проблемой транспортного коллапса всерьез в 2010 году. Рецепт решения достаточно простой. Ограничение использования личного и стимулирование использования общественного транспорта. Был применён комплексный подход, в том числе сформировано два внутригородских транспортных кольца, отменены левые повороты на основных магистралях, построены развязки и разворотные петли. Часть улиц стала односторонними. Введены полосы для движения общественного транспорта. Какое-то влияние на нормализацию дорожного движения эти дорогостоящие мероприятия, конечно, оказали, но в итоге возможности модернизации дорожной сети были исчерпаны. Дорожное строительство никогда не будет успевать за уровнем автомобилизации. В рамках комплексной схемы организации дорожного движения города была разработана транспортная модель. В том числе определены участки уличной дорожной сети, на которых возможно размещение платных муниципальных парковок. Необходимо было определиться с тарифом. Могу лишь сказать, что парковки эффективно работают в случае, если их загрузка не превышает 85%. С учетом имеющейся информации по тарифам многоуровневых паркингов и применяя коэффициент эластичности спроса, а также имея в виду затраты на внедрение и содержание парковочного пространства, нами был утвержден тариф 50 рублей. Что же в итоге получил город? Снижение трассиков в центре, увеличение скорости движения на 5-7% и, главное, всегда имеются свободные парковочные места. Хотелось бы отметить, что цена за парковку не может быть предметом обсуждения. Она заведомо должна быть некомфортной, иначе пропадает сам смысл введения платных парковок. Это ограничительная мера в цели уменьшения трафика, а не способ пополнения бюджета. Дмитрий Фомин, это был генеральный директор вот этого муниципального казенного учреждения, единое городское парковочное пространство. И ты знаешь, я вчера, когда переслушивала, вырезала вот этот звук, вот его последняя цитата о том, что цена не должна быть удобной, потому что это ограничительная мера, а не способ пополнения бюджета. У меня прям такая перестройка произошла в голове, потому что я тоже это воспринимала изначально как «Ага, ну то есть людям все равно где-то нужно парковаться, давайте наделаем этих платных парковок». И вроде бы все припаркованы, и в то же самое время деньги в бюджет идут. А тут, оказывается, нет. Философия-то немножко другая. Да, наша сегодняшняя тема разбита на несколько частей. Мы будем говорить и о дворовых парковках, и о междворовых пространствах, и о парковках или остановках на уличной дорожной сети. Но вот раз уж мы заговорили про платные парковки, давайте выслушаем мнение наших экспертов. Как вы к ним относитесь, и стоит ли нам разгружать город Киров? Действительно ли мы тоже достигли уже грани транспортного коллапса? Олег, пожалуйста, ваше мнение. Андрей, простите, Андрей Олегович. Ну, наверное, в первую очередь следует отметить, что Киров и Казань сравнивать пока преждевременно. Все-таки Казань – это крупный туристический центр, огромное количество различных памятников, стадионов, спортивных объектов, и большинство из них находится в центральной части города. В Кирове пока, к сожалению, нет. Поэтому, наверное, потенциал Кирова с точки зрения парковочного пространства пока еще выше. Мне кажется, за счет внутренних... Свободного, то есть неорганизованного парковочного пространства. Да, безусловно. Мне кажется, за счет внутренних ресурсов частично эту проблему можно все-таки решить. Что касаемо платных парковок, ну, во-первых, это полное изменение менталитета. Мне кажется, жители Кирова пока к этому не совсем готовы, чтобы это было так вот императивно навязано, и большинство мест центральной части города, там, каких-то основных проспектов, все-таки, чтобы оно было платным. А как можно вообще к этому подготовить? Ну, наверное, просто еще вот эта точка кипения не подошла раз. Во-вторых, все-таки бюджет города Казань, бюджет города Кирова, они разные. Уровень доходов населения тоже отличается. В каких-то местах, безусловно, можно этот опыт пробовать. Но глобальную какую-то вот такую историю, чтобы быстро, много и везде, наверное, город еще не готов. Павел Шахалеев. Ну, мое мнение, это вообще вопрос комплексный. Как вот специалист из Казани сказал, что это не только решение вопроса через парковочное пространство, это комплексное развитие и дорожной сети, и должны появляться у нас велосипедные какие-то, да, дорожки, должны появляться выделенные полосы. То есть основная задача – это все-таки комплексно развивать дорожно-транспортную систему. То есть включая как бы все подходы, которые у нас, допустим, сейчас основаны на том, что у нас город небольшой, и люди, соответственно, с окраины могут центр на машине доехать там, ну, условно, там за 15 минут, потратив достаточно небольшой как бы лимит там по бензину, это для них как бы, в принципе, удобно. Мы должны все-таки двигаться в сторону того, чтобы заставлять людей за счет развития общественного транспорта, все-таки его более высокого качественного уровня, это чтобы в пользу выбор человек сделал в пользу общественного транспорта. То есть в городе оставлять свои машины дома? Ну, в принципе, я думаю, что в большинстве случаев, которые у нас, ну, на нашей территории наблюдаются, это люди все равно едут с работы и на работу. То есть, в принципе, я думаю, что это достаточно легко в провинциальном городе, такой как наш, эту проблему начинать решать и как-то стимулировать. То есть, в любом случае, это вопрос комплексный, нельзя здесь говорить только о парковочных местах, платных парковках, это комплексное развитие дорожной сети, я считаю. 211-101, номер телефона прямого эфира. В программе «Урбан» мы с вами, слушатели, общаемся напрямую, поэтому высказывайте, пожалуйста, свои мнения, вступайте с нами в дискуссии. После короткого перерыва мы продолжим программу. Ну и мы продолжаем разговор, напоминаем, что мы обсуждаем городское парковочное пространство, что есть, что будет и чего мы хотим, собственно говоря. Да, да, и у нас есть опрос на ВКонтакте, мы решили, давай, даже сейчас мы его с вами озвучим. Как он у нас задался сейчас? Долго мы вчера над ним генерировали, но в итоге решили сойтись на том, что, ну, не секрет, что большинство городов, развитых современных городов, перешли к системе, где приоритеты располагаются следующим образом, то есть на первом месте пешеходы, на втором велосипеды, общественные транспорты, только потом движущиеся и стоящие автомобили. И, собственно, мы решили спросить у кировчана, для кого же сейчас предназначен Киров, и варианты ответов для пешеходов, для общественного транспорта, для едущего личного транспорта, для припаркованного личного транспорта или для велосипедов. Пока лидируют два ответа для едущего личного транспорта и, соответственно, для припаркованного личного транспорта. Но потом, чуть позже, я зачитаю еще комментарий, где люди, сами того, возможно, не осознавая, дают ответы на этот вопрос своими комментариями, для кого же у нас все-таки этот город предназначен. То есть вот считают слушатели, что для личного транспорта наш город предоставлен. Сейчас мы пытаемся связаться, постараемся связаться с Сергеем Торховым, главой теруправления Ленинского района, потому что нас интересует вот какой вопрос, раз уж мы говорим о парковках. Ленинский район самый большой, и мы до сих пор можем наблюдать парковки, так бы я сказала, из 90-х. Есть у нас связь, да? Есть у нас связь. Сергей, добрый день. Алло. Добрый день, Сергей. Вот мы как раз заговорили о парковочных пространствах, которые существуют сейчас. Согласно нашему опросу ВКонтакте, люди говорят, что пока что город в приоритете своем предназначен для движущегося и стоящего личного транспорта. То есть ни общественный транспорт, ни пешеходы, ни велосипеды не являются приоритетом. И надо сказать, что мы с Дарей специально прошлись, посмотрели на парковки в Ленинском районе. Те, которые, вы знаете, еще из 90-х, обнесены они рабицей, грунтовая такая... Суровая, дешевая. Суровая, дешевая кабинка с охранником. Там вот находятся. Они до сих пор существуют, не так ли? Да, в Ленинском районе сегодня 8 таких парковок у нас на карандаше. 8 таких парковок. Плохо слышно. Если можно, вот передвиньтесь, куда-нибудь переместитесь, пытаемся наладить получше связь. 8 парковок. Это немало. Это все... На каких землях располагаются эти парковки? Конечно же, это муниципальные земли. В основном парковки у нас находятся в улице Комсомольской и на Московской. Улица Комсомольская и на Московской. Муниципальные земли. А насколько эти парковки заполнены и дают ли они деньги в бюджет? Денег в бюджет. Деньги в бюджет. Они платят арендную плату. За фактическое занятие земельных участков. Я посчитал. Мы с вами договаривались. Я посмотрел. Порядка полутора миллионов в год они платят плату. Полтора миллиона в год платят вот эти 8 парковок. Смотрели вы, насколько они заполняемы? Насколько действительно они востребованы? Они начинают уменьшаться количество посетителей у них со временем. Раньше, где-то еще года 3-4 назад они были заполнены. Но в последнее время с увеличением количества видеокамер, шлагбаумов на дворовых территориях, их заполняемость уменьшается. И хозяева вот этих парковок говорят, что в принципе они сегодня больших доходов не получают. Где-то работают в ноль. Но просто жалко пока расстаться. Мы пока не настаиваем в том смысле, что видим, что они хотя бы наполовину, на 30% заполнены. Но, наверное, когда-то придется с ними расставаться. Как вы считаете, Сергей, на сколько лет мы отпускаете, вы говорите, пока не настаиваем? Пока это значит, что все-таки будут какие-то изменения. Какие изменения грядут, на ваш взгляд? В мире, конечно, уменьшение востребованностей, во-первых. Во-вторых, если они работают в ноль, соответственно, они плохо их содержат, собственно, сами парковки и прилегающие территории. Поэтому они уже не украшают наш город. Поэтому придется с ними расставаться. А вот судьба парковок на улице Комсомольской. Комсомольская находится в таком процессе перманентного ремонта и требуется расширение и ливневка. Вот в связи с этими процессами какая судьба ждет парковки, которые там располагаются? Они находятся на резервных участках, которые предназначены под строительство большой широкой дороги по улице Комсомольской. И пока сроки строительства не назначены, они пока стоят. Но как только они будут назначены, будут разорваны договоры? Да, конечно, это предусмотрено договор. А договоры на год заключаются или на более длительный срок? Они заключены еще в те давние времена, когда... Ну, с тех пор уже несколько изменений в Минном кодексе произошло. В общем, на неопределенный срок они. На неопределенный срок? Мы в течение трех месяцев можем разорвать договоры и ликвидировать. Ну и общий такой вопрос, что касается Ленинского района. Жалуются ли жители на недостаток парковочных мест? Чего просят? Парковки в дворах, парковочные места вдоль улиц? О чем говорят жители? Жители в основном обеспокоены стоянками рядом со своими подъездами, квартирами. Поэтому в основном вопросы идут об обустройстве шлагбаумов. Мы их просим в каждом дворе. Кстати, и сотрудники УВД об этом говорят постоянно, об обращении видеонаблюдением дворовых территорий. Ну, в общем, вот такие вопросы. Безопасность и стоянка около своего жилья. Вот что волнует. Ну, конечно. Спасибо большое за комментарии. Сергей Торхов, глава теруправления Ленинского района города Кирова. Ну, я на самом деле вот именно на этой парковке была, которая на Комсомольской. Ну, я вам скажу, там цены более чем демократичные. Вот для легковых машин, например, 100 рублей в сутки и 1700 рублей в месяц. Ну, вот так вот чисто по внешнему виду, мне кажется, она на две трети примерно заполнена. То есть не сказать, что у них там какой-то вот недотрафик. Да, у меня сейчас вопрос Альберту Гуднову. Вы знаете про эти парковки? Не считаете ли вы, что это вообще пережиток? 30% заполняемости? Что касается парковок, именно их можно отнести к придомовым. То, в принципе, здесь надо рассматривать вопрос не плоскостных парковок, а создания, наверное, каких-то парковочных сооружений. Вот. И, в принципе, я вот хотел отвлечься. Я сейчас открыл, посмотрел проект. То есть мы смотрели казанские опыта. Можно проще, ну, можно посмотреть опыт Москвы. То есть это все вообще доступно. Проект Московского парковочного пространства признан справиться с проблемой хаотичного паркования на улицах Москвы и создать возможность для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного транспорта и автомобилей. То есть, в принципе, основные задачи, с которыми Москва вышла при создании этого проекта, она успешно решает. Почему я это говорю? Что проект московского пространства, вообще проект парковочного пространства, не только Москвы, он призван решить проблему, которая сегодня в Кирове, она, наверное, остро существует. Это хаотичное паркование. То есть сегодня у нас транспорт паркуется, где мне удобно. Это касается и мест притяжения, это касается и хранения транспорта, это касается и во дворах. Я думаю, что каждый столкнулся, когда, если человеку хочется, житель уже этого же дома, он может запарковать машину, но чуть ли не в подъезде. То есть и создание именно правил парковки и во дворах, и на уличной дорожной сети, она позволит уже регламентировать в дальнейшем, в том числе и платной парковке. Никогда у нас никто не будет парковать машину на платной парковке, если он понимает, что в 10-15 метрах или тут же я могу запарковать ее бесплатно. И никакого ни наказания, ни ответственности он за это нести не будет. Вот. И далее, если мы говорим о хранении личного транспорта, любой расчет покажет, что никогда, никакой город, ни Киров, ни Москва, ни Казань в этом отношении не справятся с объемом транспорта, который существует на уличной дорожной сети. Вот как коллеги из Казани говорили. Да. И надо понимать, что дороги строятся не для того, чтобы мы хранили и парковали автомобили, дороги строятся для того, чтобы мы могли на них двигаться. Если говорить, допустим, то, что у нас социальный опрос, то, что вы говорите, я не говорю, что там правильно-неправильно, просто мы можем посмотреть, ну, простая статистика, такая же интернетная, население Кировской области 1,283, город Киров 507 тысяч. Если говорить о машинах, 135 тысяч – это на первое число было зарегистрировано легковых транспортных средств. То есть соотношение пешеходов и собственников транспорта, оно видно. То есть десятая часть. Наверное, наверное, нам надо все-таки идти путем развития тех же самых велосипедных дорожек, то есть альтернативного транспорта. И если мы где-то чего-то лишаем людей, да, мы должны чем-то это компенсировать. Компенсировать удобным пользованием общественным транспортом прежде всего, компенсировать возможность передвигаться по нашим тротуарам. То есть нельзя одного лишить, не добавив чего-то другого. То есть именно комплекс, какой-то баланс должен соблюдаться. Тогда, я уверен, что и жители города это воспримут более позитивно и, ну, скажем так, не будет острого отторжения, что опять вводится плата, непонятно за что. А люди будут понимать, здесь у нас получился порядок, но здесь за это пришлось заплатить. А у меня вот вопрос, как раз вот тот камень преткновения, который вы упомянули, что если, зачем человеку платить заплатную парковку, если рядом есть бесплатная? То есть вот этот момент, как он будет решаться, есть ли варианты вообще его решения? Ну, вот это как раз вопрос об упорядочении парковки, где и правила. Да, и о том, как готовы вы люди к этим новым правилам. Любую улицу, вот давайте возьмем любую улицу города. Центр, не центр, не важно. Октябрьский проспект. Ведь, посмотрите, сегодня паркуются автомобили в нарушении всех правил дорожного движения. То есть есть элементарные вещи. Не паркуйтесь у пешеходных переходов, не паркуйтесь у светофоров, не паркуйтесь у въездах и выездов. Вы создаете этим помеху движения. То есть как только мы начнем соблюдать эти правила и создадим условия для того, чтобы люди соблюдали, несли ответственность за эти правила, то, естественно, возникнет дефицит парковочных мест, которые сегодня в нарушении правил используются. Естественно, возникнет рынок. Вот этот рынок, он будет уже, ну, послужит продажей. Далее, естественно, получится, что естественным путем какое-то количество людей будет меньше пользоваться своим транспортом и пересаживаться на общественный транспорт. Либо, ну, более кратко появляться, там, я не знаю, в центре города. То есть оборачиваемость месяц возьмите. Это не будет являться, первое, как сказать, это не является источником пополнения. Оно будет попадать в бюджет, но цель должна быть немножко другая. Наведение порядка на улице города. А этот порядок, он будет наводиться, то есть вы планируете сотрудничать больше с ГИБДД? Кто за этим будет следить, чтобы люди, вот они сейчас ведь так паркуются, кто будет следить за тем, чтобы они так не парковались? Где вот эти, ты имеешь в виду, красивые девушки в форме, которые ляпают на лобовое стекло штраф, да? Ты про это говоришь, как в американских фильмах? Ну, возможно, другие ролики. Возможно, я не знаю, штрафами или чем, но то есть это вопрос открытый. Я с уважением отношусь к сознателью жителей не только города Кирова, но и других субъектов, но все равно у нас сознательность появляется, когда мы получаем штраф. То есть на своей практике могу сказать, что 10 лет назад в Москве носились 100 км в час, это была средняя скорость передвижения по кольцевым магистрамам. Сегодня спокойно 60-80 км. Произошло простое. Именно люди начали получать довольно-таки жесткий штраф. То же самое вполне необходимо делать и здесь. В принципе, комплекс мероприятий, он сейчас разрабатывается и будет внедряться. То есть люди должны понимать, нельзя парковаться у пешеходного перехода, потому что тем самым вы создаете аварийно опасный участок. Если вы запарковались, будьте добры, понесите за это ответственность. После того, как один-два раза человек запаркуется и понесет за это ответственность, у него просто не будет желания повторять. Ну, это, кстати, хороший опыт. Вот стоп-линии здесь, вот Октябрьский проспект Московская. Если раньше все выезжали на середину перекрестка и замечательно там коротали время в ожидании зеленого света, то сейчас такого нет. Хотя изначально тоже говорили, что штрафы не помогут, помогли. Стоп-линии плюс видеонаблюдение. Прервемся на полторы минуты. У нас реклама. Я бы хотела, чтобы наши гости Павел и Андрей прокомментировали слова Сергея Торх. Ой, господи. Прокомментировали слова Альберта Гутнова. Урбан. Программа о городских проектах. Городское парковочное пространство Кирова. Что есть, что будет и чего мы хотим. Здесь у нас в студии Павел Шахаляев, учредитель группы компании «Новый дом». Андрей Березин, член общественной палаты Кировской области, учредитель компании «Система Глобус». Альберт Гутнов, директор дирекции дорожного хозяйства города Кирова. Ну и я прошу коллеги сейчас вас, Павел и Андрей, прокомментировать слова нашего директора дирекции дорожного хозяйства. Альберта Валентиновича. Светлана, ну вот у меня, наверное, не столько комментарий, сколько вопросов. Ведь любая система – это всегда кнут и пряник. Мы сейчас поговорили про кнут. То есть будут штрафы, будет больше контроля. А что взамен получат жители города Кирова, автолюбители? Вот это очень важный момент. Какие действия со стороны администрации города будут направлены на то, чтобы парковаться в городе было бы удобней, чтобы было бы более свободные улицы. Может быть, они станут шире, может быть, появятся какие-то новые площадки для парковки. То есть, окей, вы с меня берете деньги, но, пожалуйста, покажите мне этот общественный транспорт, на который я должен пересесть, удобный, да? Да, возможно, правила застройки каким-то образом изменятся. Может быть, более жестко будут требовать выполнения этих правил, что не всегда у нас, к сожалению, сейчас происходит. Мы к этому перейдем обязательно на втором часе. Вот это вот у меня первый вопрос, и второй вопрос у меня. У нас скоро зима, и каждый раз это большая проблема. И в прошлом году, вот Лячеслав еще, что Гин, по-моему, озвучил, что будет создана определенная служба городская, где будут там определенные эвакуаторы, которые будут готовить тем сложные участки, то есть убирать оттуда неправильно припаркованные машины для того, чтобы чистить город было качественно. Потому что у нас проблемы иногда бывают не потому, что не хотят почистить, потому что почистить невозможно. Мне кажется, это прям не иногда. Потому что на ключевых улицах, там улица Ленина, например, там выезд к Старому мосту, это самый, наверное, проблемный участок такой вот в центральной части, там просто стоят машины, они могут стоять там всю зиму, и почистить практически невозможно. Поэтому чистить... А вы это знаете не понаслышке, у вас там магазин, не из магазинов. Ну, я и живу в этом районе, я вижу это каждый день. И ты не можешь почистить, по большому счету, дорогу, ты чистишь ее в обход этих машин, и дороги постоянно сужаются. Они сужаются, о какой парковке вообще может быть идти речь, там проехать невозможно становится. Ну, раз есть два вопроса, то тогда предоставим возможность сразу Альберту Валентиновичу ответить на них. Значит, давайте мы определимся. Мы сейчас не говорим о платной парковке. Мы говорим о просто соблюдении участниками дорожного движения, правил дорожного движения, и о том, что несоблюдающие участники, они должны нести за это ответственность. То есть, это не одно и то же. Я не говорю о том, что давайте мы сейчас заваленную снегом улицу продадим пользователю. Абсолютно нет. Я говорю именно о том, что сегодня у нас нет, к сожалению, порядка остановки и парковки на уличной дорожной сети. То есть, давайте мы его введем. В принципе, все предпосылки для этого есть. И дирекция дорожного хозяйства, и в администрации этот вопрос прорабатывается. И я думаю, что в ближайшее время он начнет работать. Это средство контроля. Это именно средство контроля. И, как вы говорите, кунутый пряник. Это все с помощью видеоконтроля будет? Да, это основное, что касается видеоконтроля. Это вот первая часть. Теперь вернемся ко второй части. То есть, качество уборки города зимой. Вы это затронули. Естественно, опять-таки, вернусь к вашим словам. Нельзя сравнивать другие субъекты и наш субъект. Любое имущество, а город надо рассматривать именно как имущество, оно требует содержания. Содержание – это всегда затратная часть и финансовая часть. И могу сказать, что сегодня близко содержание соответствует именно тем средствам, которые имеются у города на его содержание. Вот конкретно был вопрос по поводу создания муниципальной службы эвакуаторов. Создание муниципальной службы эвакуаторов, оно планируется, оно будет. Есть несколько правовых вопросов, потому что муниципальная служба, она может быть создана как участник общего рынка эвакуаторов. Вы знаете, что, если мне память не изменяет, по-моему, 7 компаний зарегистрировано, которые занимаются эвакуацией. Более того, город тратит достаточно много средств на эвакуацию транспорта, особенно при уборке зимой и при уборке, не при уборке, а при ремонте улиц сегодня. Потому что, я думаю, что все жители, которые слышат, знают, что ведется ремонт улиц, людям расклеиваются баннеры. В средствах массовой информации говорится, что улица будет в ремонте. Но все равно у нас народ пытается, не пытается, а просто оставляет свои машины. Приходится их эвакуировать. Далее происходит вообще коллизии, когда народ берет и подает в суд за то, что вы нас переместили и повредили автомобиль. То есть есть некоторые такие сложности. Но в любом случае эта работа будет доведена, она ведется, и у нас будет муниципальная служба по карковке, которая будет выставлять именно людям, нарушившим, и транспорт, чей переместили, ну, скажем так, ту услугу, которую они сами запросили. К зиме будет создана эта служба? Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что мы успеем создать. Я всегда аккуратно берусь, посмотрим. Но то, что у нас будут средства контроля, и то, что тоже будет существенным кнутом, то, что у нас будут средства контроля, остановки и стоянки на уличной дорожности, это будет у нас. Альберт Валентинович, еще раз уточню, средства контроля, значит ли это, что будет увеличено количество камер наблюдения, которые передают как раз в сведениях о нарушениях, и благодаря которым выписывается штраф? Ну, это самое простое, как и другие субъекты пошли, это система паркон, то есть проезд по территории. У нас сегодня достаточно уже на улице дорожной сети знаков, которые показывают, где можно парковаться, где нельзя, но, к сожалению, не соблюдается. Мы стараемся взаимодействовать с ГИБДД, но количество транспорт, который на сети, и количество, скажем так, сотрудников ГИБДД, они не сопоставимы. Это да. Павел Шахальев. Да, я с Альбертом Валентиновичем в этом плане согласен. То есть основная задача это все-таки заставить людей соблюдать те правила, именно парковки, которые вдоль автомобильных магистралей у нас сейчас даже на текущий момент введены по отдельным направлениям. Это единственный вариант. Это создание в любом случае эвакуационной службы. То есть каждый человек должен понимать свою ответственность за то, что он оставил автомобиль в неположенном месте. Сейчас у него ситуация какая? Он не особо человек боится штрафа, потому что если ему там из пяти раз сколько он оставил в неположенном месте, дай бог он пришел один раз, это ничего страшного для него. А когда машина вот уже с гарантией отправится на эвакуаторе, это уже другая проблема. И поэтому мы, я думаю, и в Казани, и в иных городах, в Москве мы ведь понимаем, когда паркуем машину правильно, не под знак, мы боимся именно того, что приедет эвакуатор и заберет ее. То есть это основной момент, который завязан на том, чтобы все должны понимать ответственность, и что произойдет, если человек оставит автомобиль там, где он стоять не должен. Я приведу пример просто вот в Казани, когда, я не помню, что это был День России, День города, что такое было празднование в этом году огромное, и там вот у Кремля рок-концерты, музыканты, огромное количество людей, и красиво так эвакуатор вот таким навесом, как вы знаете, вот в автоматах в магазинах, когда игрушки вытаскивают, он так раз машинки, хоп, поднимает и ставит. И следующий пошел, раз ее из ряда там вытащил и поставил. И не важно, что праздник, соблюдая правила, вот такая история. Ну я также в Москве видел вообще очередь из эвакуаторов, которая эвакуировала там за 10 минут порядка 10 машин, то есть из одного места. То есть это процесс, который нужно в любом случае продолжать, потому что иного пути, как бороться с тем, чтобы наш автомобильный поток двигался, я не вижу лично. То есть, соответственно, задача в любом случае одна, чтобы избавиться от тех пробок, которые мы сейчас имеем. То есть город год от года, если даже вспомнить, там 10 лет назад, от ситуации в городе, то есть машин было меньше, все-таки как-то двигалось. То есть сейчас, если зимой, это вообще коллапс. Поэтому, как бы, я считаю, что тут ДДХ правильно эти мысли развивает. Три минуты у нас остается. Я еще хочу задать вопрос Альберту Гуднову по поводу все-таки той программы, которая разрабатывается. Но прежде я спрошу у вас, Павел и Андрей, вы готовы сами передвигаться на общественном транспорте, стать вот такими лидерами, пересесть, хотя бы в центре города передвигаться? Вы оба бизнесмены, очень занятые люди, и машины, небось, у вас представительского какой-нибудь класса, может быть, даже с шоферами. Готовы пересесть на общественный транспорт? Ну, я вообще, честно говоря, считаю, что надо ходить пешком. Так, с Павлом все ясно, готов ходить пешком. Нет, безусловно, не готов, потому что достаточно большой ритм работы, это просто остановит мою деятельность, как предприниматели. Тогда, Альберт Валентинович, все-таки, поскольку нам придется вас отпустить во втором часе, мы будем обсуждать уже очень тоже важные вопросы, торговые центры, дома, дворовые территории, правила застройки. Но, тем не менее, раз уж мы сказали, что разрабатывается новое правило, вообще дорожная сеть вся перерабатывается в городе Кирове, стоят ли какие-то сроки, понятны ли ресурсы, которыми разрабатывают какие-то, может быть, привлечены эксперты по вот этим изменениям? Когда мы нам их ожидать? Что касается изменений, у нас город, он участвует в программе уже не приоритетной, а, по-моему, она называется национальная программа «Безопасные качественные дороги». И в рамках этой программы, в том числе, есть необходимость разработать в городу именно комплексный проект безопасности и развития сети. Это уже федералы ставят такую задачу? Да, у нас на эту тему есть уже некоторые действия. То есть у нас произошла закупка, торговая процедура, и, так скажем так, я не помню, сейчас не могу сказать срок окончания контракта, но, по-моему, он в этом году, то есть у нас уже будет некий проект, по которому можно будет в том числе учитывать и рекомендованы места парковки, рекомендованы места развития сети. То есть то, что, в принципе, делается профессионально не с точки зрения, допустим, моей как руководителя, а с точки зрения тех специалистов, которые этим профессионально занимаются. Плюс будут рекомендации по переработке самой сети. То есть, ну, допустим, я не думаю, не всех устраивать, что у нас в том числе и на центральных улицах постоянно есть левые повороты. Нужно, не нужно, то есть это уже должны определить специалисты, которые посмотрят не в разрезе там отдельной улицы или района, а в разрезе вообще всего пассажиропотока и всего движения автомобилей. Поэтому в ближайшее время увидим. Это светофоры, это знаки, это улицы с односторонним движением, это новые автобусы, которые к нам поступают уже в сентябре месяце МАЗы. Насколько мы знаем, здесь Илья Вячеславович Шульгин об этом говорил, это действительно правила парковки и ужесточения не то чтобы наказания, а, наверное, требования их исполнения благодаря системам электронным слежения. Это всё туда будет входить. И мы сейчас не говорим о платных парковках, пока не упорядочим всю эту работу, да, насколько мы понимаем. Ещё одно по поводу, немножко резюмирую, по поводу службы эвакуации. Меня зацепило, Альберт Валентинович, что Вы сказали, что она должна выйти на рынок конкурентный, потому что у нас там есть уже представители, да. То есть это будет одна из? Одна из. Это требования законодательства. Это требования законодательства. И мы будем, конечно, следить за тем, как следить и освещать разработку этой новой системы, потому что, конечно, в первую очередь мы должны достучаться до сознания каждого горожанина, чтобы он её воспринял логично и понимал, как ему жить в этих новых обстоятельствах. И в программе «Урбан» и «Дневных разворотов». Во втором часе «Урбана» мы поговорим об организации дворовых территорий, о парковках у торговых центров. У торговых центров у нас есть запись компании «Пик», московские застройщики, которые расскажут о новых тенденциях, как это всё в Москве они делают. Кстати говоря, на Москву мы уже сегодня ссылались, и мы вчера тоже беседовали с ведомством Лексутова, и они нам рассказывали, как они эту систему там реорганизовывали. С 2011 года, с 7 лет она разрабатывается, и в Казани то же самое. С 2010 года они этим и заботились, вот уже 8 лет, да. Мы сейчас только-только к этому подходим. Прерываемся на новости, тематические программы и рекламу, и благодарим за участие Альберта Гутного, директора ДДХ. Урбан. Программа о городских проектах.